Вот у меня готовая папка с готовыми иллюстрациями. Хочу вам показать, какие они стали яркие и красивые. Но видите, мне не нравится вот этот серый цвет, который остался. И я хочу сейчас вам показать, как этот серый фон убирать. Значит, для этого я буду делать с помощью программы Photoshop. Значит, мы нажимаем на иллюстрацию, правой кнопочкой «Открыть с помощью» и я выбираю программу Photoshop. Сейчас у меня откроется программа Photoshop. Вот она появилась, иллюстрация. Дальше смотрите, панелька в левом. В левой стороне есть панелька с инструментами. Я нажимаю на ластик. Видите, волшебный ластик. Он на третьем месте, так как я им часто пользуюсь, поэтому он у меня сразу выскакивает. И дальше смотрите, что мы будем делать. Я вот этот волшебный ластик нажимаю на сером фоне. И видите, у меня появилась клеточка, то есть у меня убрался вот этот серый фон. Дальше я нажимаю «Файл», «Сохранить как», появляется окошечко, и там, где Photoshop, я его заменяю на PNG. И нажимаю «Сохранить». И снова «Ок». Вот, в принципе, и все. Я программу закрываю. И теперь посмотрите. У меня две одинаковых иллюстрации. Одна вот с серым фоном, а другая, видите, да, с прозрачным фоном. Но так еще оставлять нельзя. Значит, я вот эту вот иллюстрацию с прозрачным фоном, опять же, нажимаю на иллюстрацию, открыть с помощью, и выбираю программу «Paint». И как только у меня открылась иллюстрация в программе «Paint», вы видите, да, фон теперь белый. Дальше я нажимаю снова «Сохранить». И вот посмотрите, что у меня получилось. Вот, чтобы вы могли сравнить. Одна картинка, которая была, и теперь которая стала. Видите, да? То есть вот она разница. Вот таким образом я буду улучшать иллюстрации. Хочу вас сразу предупредить, что не всегда вот этот способ получается. Опять же, я открываю «Открыть с помощью Photoshop». Так, у меня здесь окошко выскакивает, я нажимаю на «Ок». Видите, если вы в Photoshop пользовались волшебным ластиком, то он так и будет появляться. То есть нажимаю на волшебный ластик, на фон, он убирается. Видите, иногда бывает, что он стирает часть картинки, поэтому не всегда этот способ подходит для улучшения картинки, но это вот то, что я нашла. Опять же, нажимаю «Файл», «Сохранить как». Дальше вот здесь выбираю «ПНГ». «ПНГ». «Сохранить» и «Ок». И снова приходится закрывать программу, потому что нельзя в этой программе открыть по нескольку иллюстраций. И видите, да, опять смотрите, чтобы вы могли сравнить. Вот у нас серый фон, вот у нас появился прозрачный фон. И теперь мы вот эту вот иллюстрацию откроем с помощью программы «Пейнт». И видите, да? И снова нажимаем на «Сохранить». Вот таким образом я улучшаю качество иллюстрации. Видите, то есть там, где программа Photoshop хорошо убралась, убрала вот этот вот серый фон, а в некоторых местах вот такие разводы. В принципе, мы можем как улучшить? Я вот открываю опять программу «ПНГ». Беру вот здесь вот терочку. И вот тут вот потихонечку, какие вот мне не нравятся, по марке я их убираю. Ну, это не обязательно, в принципе. Идеальная, конечно, картинка не получится. Все зависит от качества, от качества иллюстрации. Но вот что-то мы можем сделать. Опять же нажимаем на «Сохранить». И вот таким вот образом я буду улучшать качество вот всех вот этих вот картинок. Так что, как сделаю, мы продолжим. Так, ну что, я закончила. Закончила, вот видите, беленькая книжечка. У меня был белый фон, не белая книжка, а белый фон. Вот такие чистенькие получились иллюстрации. Ну, где-то, конечно, не получилось убрать фон, но, в принципе, намного лучше. И я вообще люблю убирать вот таким образом фон, потому что, например, ребенку сканируешь, и на вот эту вот грязь, она вся тоже получается на бумаге, и краски много уходит. А так беленький фон, белая страничка, очень удобно. Так, это еще не все. То есть, как мы еще будем улучшать? Видите, вот страница, она немного кривенькая. То есть, отсканирована неровно. Это тоже, вот эти вот огрехи тоже можно исправить. Я вам сейчас покажу, как. Так, какие еще огрехи в этой книге? Вот видите, упражнение было на раскраску. Здесь уже раскрашено. Но я решила, не буду очищать в фотошопе или в пейнте. Можно все это дело почистить, но я не хочу на это время тратить. Я просто вот возьму вот этот вот текст, сотру, каким цветом что здесь раскрашено, и ученик сам будет дописывать, каким цветом какой предмет или животное раскрашено. То есть, вот этот минус у меня получится в плюсе. Потому что, ну, не хочется, короче говоря, не хочется тратить время на то, чтобы вот это все дело убирать, потому что это все не быстро делается. Так, я опять же раскрою. Мне удобнее работать в пейнте. Значит, я возьму стерочку и просто-напросто вот тут вот сотру. Добавлю черточки. Добавлю черточки вот сюда. А здесь вместо прочитай и раскрасить, видите, да, я напишу, прочитай и напиши. Или посмотри и напиши, да, вот исправлю. Так.